что-то у вас там музыка какая-то я говорю какая-то музыка она не дает поговорить у вас это микрофон там рядом сдваивает звук эхо нет и как же так мы пришли в рулетку говорит даже в рулетку посмотрев что здесь делается возвесить людям волю божию чтобы и веровали потому что то что делают это достойно осуждение смерти такое безобразие ему уже не первый день здесь считаем у нас главный источник нашего знания вот много здесь мусульман с ними беседуем по их книге но их книга это завернута у меня понятно потому что переступив однажды эту черту человек назад возвратиться никак не хочет плотское тянет вниз а плотское до духовно это разные вещи и вот мы сюда зашли ну и желаем поделиться сокровищем которые имеем кто пожелает у нас очень большие ресурсы ютубе у нас 14 700 короликов мы строим православную деревню все православные законным путем регистрацию получили школа мирская но все по вере делается государственная вот рассказать людям какой смысл жизни люди даже этого не знают чем-то заинтересовать показать вот у нас написано семикратно в день прославляю тебя господи это мы берем как за эпиграф сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей у нас утром общая молитва идет по скайпу а потом идут беседы но беседы очень большие там у меня книги выше 38 томов и по одному называется к истину православия там все если на наш сайт зайдете сразу увидите это это моя книга почти 40 лет я ее собирал материал на нее начинается что такое слово божие покаяние священство церковь мне приходится миссионерскую работу вести со сектантами и сколько людей пришло стали священниками православными вот так у нас youtube называется во свете библии канал во свете библии вот если поставить сайт во вместо уже не youtube а сайт во свете библии сайт там на целое море там я отвечаю на четыре тысячи за четыре вопроса студентам по радио которые задают три программы был а на основании ответ что говорит об этом библия что говорят святые отцы что говорят каноны церкви что говорит жить я святые хоть четыре параметра ну а далее как правило я разбавляю поэзии что три 300 поэтов россии за 300 лет по данной тематике говорили если вас это интересует то можете к нам зайти или задать вопросы мы барнауле находимся где будете ставить если то поставить если по скайпу игнать и лапкин это мои фамилиями вы сразу по скайпу выйдете бывает у человека есть вопросы которые его беспокоят вот так если вопросов нету то мы расстанемся во славу божию до свидания вот опустите чтобы я видел всем разговаривать мы с человеком разговаривать но человек я не вижу воды боятся таково все открыто у нас я вас слышу но вы меня видите это вас не вижу опустите увидите я же вас слышу я не столько слышу я должен глаза ваши видеть зачем так вы не опустите сюда вниз поговорить я вам на многие вопросы могу ответить мы сюда пришли чтобы возвестить волю божию вам трудно это что ли потом опять спрячешься люди прячутся чего то что блудят бояться дни просто дни меня не надо убеждать я с людьми работаю заключенными прячешься ты или меньше чтобы алименты жена не нашла его еще тебе нормальные глаза ты все эти губы нос нормально еще прячешься-то тебя бог еще да бог тебя ничем не обидел наградил тебя такие вот такой внешностью боевой боевой ну да ваххабит настоящий ну так ладно скажите у вас какие вопросы может быть есть духовные о жизни о смерти о смысле жизни ладно духовные час давайте пониженку голову опустите чтобы я видел вас гороскоп а вы то есть гадаете никак это колдовство запрещено запрещено вопрос снятый этот сатаны я понял все вот так полный смысл духовная просто далеко от этого что далеко он не понимает духовность о чем вы имеете на духовное это по евангелию мы сравниваем как господь повелел на вникай в себя и в учения заниматься с ним постоянно и так поступают тебя спочтешь и слушающих тебя 1 тимофеев 4 16 у меня руководство здесь рядом вот она библия да полная полная православная не сектантская у них они 11 книг выбросили полная веки какой крест такого креста у сектантов нету это по благословению патриарха или митрополита настоящая получается библия настоящая это самое настоящее синодального перевода 1876 года лучший перевод за всю мировую историю четыре духовной академии переводили с какого языка перевели арабского латинского нет значит сарамейского потому что на каком языке написано греческого там севрейского сравнивали и с арабским которые проповеди были но главное это конечно сам синайский манускрипт мы строим с нуля православную деревню а вы откуда город барнаул алтайский край деревня вот я нахожусь где алтайский край город барнаул мы у нас большой очень ресурс youtube во свете библии так называются канал во свете библии игнатий лапкин вот вы там найдете у нас не два ролика там 14 тысяч 700 роликов 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 14 тысяч 700 а это сколько лет снимали ну снимаем и все больше в счастье мне приходится снимать там то что насчитано какая у нас миссионерская поездка была от владивостока до рис сабона где выступали у меня 38 томов вышло из печати я подарил их 650 библиотек мира по нашим деньгам на 35 миллионов чтобы люди знали волю божию понятно вот если по скайпу зайдете зарядить игнатий лапкин вы сразу на меня выйдете если будет желание что-то больше узнать сейчас вопросы у вас есть какие нет нету ну давайте расставаться будем с богом ты какие-нибудь есть может быть божественная я проповедник миссионер православной церкви почему вы делаете в этом видео я ничего не понял володя переведи еще сказал он говорит почему в этой части рулетки находишь здесь очень много неадекватных людей вот мы для этого и пришли они могут вас оскорбить ну я знаю я заранее прошу чтобы они не ругались мы принесли им свет любви божией у нас видишь вот смотри а вы именно православные именно христианин мы православные христиане город барнаул и мы здесь уже находимся третий месяц столько здесь всякого прелюбодеяния злодейства но господь сказал нужду врачи имеют больные нездоровые и мы им тут свидетельствуем читаем евангелие псалтырное чтение чтобы люди обратились к богу вы можете зайти на наш сайт это вернее на ютуб во свете библии называется зарядите во свете библии у нас там 14700 роликов во свете библии два слова зарядите игнатий лапкин это моя фамилия но вы там найдете то чего нигде нет ни в одной лавке не найдете вот если вы зарядите во свете библии а потом не youtube а сайт напишите войдете на сайт там 38 томов моих которые мной написаны там очень много четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса отвечать отвещены там и политика экономика социология в пяти университетах вел занятие три радиопрограммы вел и у меня накопился большой материал вот он издан в книгах вот если у вас будет желание встретиться вы просто зарядите в скайпе игнатий лапкин два слова и вы до меня выйдете я один с этой фамилией именем на весь интернет никого больше нету вот вопросы если есть какие можете задать вопросов нету тогда мы прощаемся с богом будем рассказать о боге о вечности чтобы никогда ты не ругался ни одного слова плохого не говори утерпишь да ну все у нас с собой книга как она называется библия правильно абсолютно правильно и я отвечаю на вопросы которые задают здесь люди здесь очень плохое место расскажите мне почему бог существует что почему почему бог существует ну вот приведите факты аргументы почему существует ну вот первый факт это вот то что есть у тебя глаза нос уши руки это лучшее доказательство такое совершенное все только может бог создать никакая природа ничего не может создать понятно и все на этом но и совесть человеке и разум у природы нет ни совести ни разума и она создать не может такое а ты понимаешь смотришь у тебя в памяти сохраняется есть благодарность нигде не у зверей ни у кого ничего этого нету только человек как венец творения вершина ну понятно спасибо вы можете зайти на наш youtube называется во свете библии канал а спас да во свете библии два слова во свете кто-то у вас сзади кто где сзади то это брат брат да готовится здорово ну да этот дом у нас в дому мы находимся алтай барнаул город барнаул прикольно прикольно ну ладно до свидания с богом вопросы может какие то есть у меня нет никаких вам все ясно да но я вам задам вопрос тогда зачем вы бороду бреете зачем заразе господь такой зачем тебе на женщину быть похожим то когда ты мужчина это власть твоя над женщиной а ты подкаблучник будешь она тобой будет крутить налево направо зачем ты бреешь то у вас тоже нельзя разрешать не разрешается вы православный или мусульманин а мусульман а у чего мусульман то у вас есть своя книга посмотрите мы узнаем наши правила вот отсюда вот книга а у вас у вас другая книга вот такая вот считаю что написано этого вот сзади еще написано здесь о еще ни один не прочитал а я православный должен все считать и вам рассказывать двое не дожди бороду трогать первое запомни нельзя трогать это бог сотворил так вы называете аллах он запрещает это делать вас книги все написано надо надо верить что иисус иисус христос умер за наши грехи и придет судить этот мир он дает прощение кто примет крещение и мы это людям возвещаем потому что здесь нехорошее место здесь блудит здесь процентов 8 мусульман они как мухи налетели на навоз сюда все а почему невоздержанные женщинами я им говорю у тебя дома четыре жены могут быть и закажу и колы им платить а тут 44 наташки и все голые и бесплатно поэтому вы тут и все крутитесь смеются и лежат и все лежат и все едят не наедятся никак все пьют спасибо да нам не надо то это совсем потому что ни один блудник прелюбодей убийца сквернослов царство божие не наследует он будет в аду у вас в этой книге вот этой книге это подробно написано вот здесь вот какие муки ждут человека ну вот так если вопросов нету давайте расставаться все с богом 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 идут христос освобождает от греха сколько лет вы сколько лет 80 лет спасибо большое спасибо давай не ругайся только зачем что ругаешься то просто маленькой девушке надо да нельзя никак нельзя никак это бог нахажет за это вам салам алейкум а салам алейкум вы верите в бога да да а вы пришли сюда в рулетку с какой целью скучно было скачал тут приходят с одной целью найти пару поблудить больше ничего тут нету это самая грязь и мразь тут собирается и поэтому господь запрещает это и мы пришли чтобы людям рассказать что христос будет судить мир в ущадь грешников в озере огненном где черни умирает огонь не угасает а праведники будут царстве божиим а можно иисусе узнать да пожалуйста иисус христос родился вчера что-то у вас там это близко где-то микрофон прямо говорит невозможно эхо эхо отдается ладно вчера было благовещение у нас праздник архангел гавриил возвестил деве марии что родится от нее сын от духа святого и наречет имя ему иисус что значит спаситель спасет людей когда было ему 30 лет он вышел на проповедь через три года его распяли он умер за грехи людей и воскрес в третий день вот через три недели у нас будет пасха мы приветствуем друг друга христос воскрес а кого приветствуем тот отвечает воистину воскрес я вот беседовал много с мусульманами мы даже в доме мулы ночевали потешествие было миссионерское они соглашаются во всем кроме одного у них нет спасителя нету а он не умирал куда же он делся ты не умирал шестьсот лет вас не было и вдруг вы пришли в управляете это каждом евангелии написано он воскрес в каждом послании это не просто там какая-то описка это вы заблудились а не мы вы пришли у вас нет у вас нет спасителя вы дружны между собой там когда воевать надо головы резать тут вы все за одно насильно заставляете людей принимать у нас это не положено я ему сказал и отошел вот в плен когда помог попадали русские это им нож в горло принимают ислам или зарежут люди которые участвовали это не мусульмане но и не скажите в афганистане не мусульмане с пакистана высшего сорта мусульмане не то что здесь в россии они настоящие мусульмане и они делают как у них положено я как-то говорил давайте представим вот игил которая там воюет в сирии и вам им дадим коран и дадим коран этим ну я говорю о книге чтобы вам понятно было о чем я говорю понятно вот вот то они будут правее вас и вас сегодняшних в россии мусульмане которые это потому что любовь побеждает все а любовь где во христе он умер за нас и поэтому верующие в него имеют жизнь вечную они верующие жизни вечной не увидят но гнев божий пребывает на нем вот кратко об их христе говорим он есть агнец ягненок евангелие от яна первая глава 29 си говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира это картина иванова третийковской галереи иисус кем является посланником или нет он второе лицо троицы он является богочеловеком он послан да послан он и пророк одновременно но он богочеловек мы верим во святую троицу бог отец бог сын бог дух святой но это не три бога это один это тайна которую человеку не дано разгадать вот у нас тоже скоро пост будет 5 мая ну у нас пост заканчивает у нас 7 недель пост ураза своя до пасхи вчера нам разрешалось рыбу поесть это за 4 недели первый раз если у вас есть желание больше узнать зайдите на наш ютуб канал во свете библии называется во свете библии игнатий лапкин вы там все найдете там богатый богатый ресурс ну пока все вот так удивился то еще верующих не видал так я сам верующий прям так удивился говорит глаза из орбит выскочет что ж ты так я что тебя напугал то я нормальный с бородой был бы бритый ты бы испугался сказал матершини какой то да вы что не в коем не в коем не в коем не в коем а мы верующие у нас ни одного чтобы бранного слова не было не сказали в разговоре смотрите так я не собирался материться он сказал что он тоже верующий ну я пример я же не знаю верующих чтобы не говорили плохие слова у нас верующие а тоже бывает говорить ничто не следует не я просто не православный я протестант да мы главное наше знание он г Tale writes но что протестант и против чего протестуете-то но это не православная вера да мы православная мы православная но протестант и мы очень хорошо знаем Мы же живем не где-то, а Алтайский край. Тут много баптистов, адвентистов, свидетелей Иегова. Тут всякого добра хватает. Вот у нас один приехал из Америки, у них 20 тысяч названий. И все протестанты, и друг друга не признают. У всех Библия. Что? Неужели Бог так сотворил? Господь церковь создал. Вот я протестант. А к какой ереси принадлежите конкретно? Баптисты, адвентисты, какой конкретно? Не баптисты, не митисты, протестанты именно. Ну, название есть какое-то. Лютеране, кальвинисты, англикане. Что-то же. Название обязательно при регистрации. Какая религиозная организация. Тут есть вот Новая жизнь, апостольские христики. Прошли, Новая жизнь. Новая жизнь? Да. Это у нас в соседнем районе газеты, так районы называются. Новая жизнь. А когда она возникла, эта организация? Ой, я даже не знаю. Ну, плохо. Я не знаю. Ну, я вот за вас буду отвечать. Спасибо. Вы, если не знаете. Ну, допустим, баптистов. Вы слышали такие баптисты? Когда они возникли? Я даже без понятия. Я слишком молод, что такое знаю. В 1609 году Смит залез в воду, руки на себя положил и крестил себя. Ну, где такое найдешь? А в Роджерсе в 1639 году первая община баптистов. Адвентисты в 1841 году. Уильям Миллер. От него подхватила Елена Уайт. Ну, церковь-то образована была в Сионской горнице. Это к церкви никакого отношения не имеет. А мы другая церковь. Так у Христа одна невеста или сто? Одна. Одна. А когда она организована, церковь была? Когда он говорит, создам церковь мою, врата не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Где он ее создал? А мы от апостолов. Я говорю, ну, давай, назовите. Вот первый век, называй апостолов. Кто апостолов? Ну, назови, кто баптисты были во втором веке, в третьем, четвертом, пятом, пятнадцатом. Никого не можете назвать. А мы православные. Мы называем в каждом веке, какие были святые, что они делали. Биографии сохранились. У вас нет ничего. Почему? Потому что их не было. Зачем же? На лжи нельзя строить спасение. Дьявол, если лжец, отец лжи. Евангелие от Яна, 8, 44. Я понял. Так, если вы хотите, чтобы у нас встреча была, вы зарядите наш канал, называется «Во свете Библии». А я знаю что. Знаете? Да. Так вы у нас бывали на канале? Ну, я смотрел пару видео, но это много было. Вот «Во свете Библии». Если в «Во свете Библии» поставите слово «сайт», вы зайдете на сайт «Игнатий Лапкин». Вы можете по скайпу зайти и сразу на меня выйти. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Хорошо, я понял. Спасибо. Да. Какие вопросы есть? Вопросы мы отвечаем по Библии. У нас в Библии 77 книг, а у протестантов 66. Нашу Библию взяли и оторвали. infinityZZ. Дальние и сбли. И rewarding. Подписывайтесь на нашу бийулю. Алексheimer.